Доброе утро, Бокертов. В новостной информации от 15 ноября 2023 года я ошибся в имени упомянутого человека. Сегодня я исправлю эту ошибку и заодно я напомню о ком и о чем идет речь. Хайфа. Аруфим Вероникова Михаэль Шнайдер. Митхилата Милхама. Михиним Лахаэлим Охэль Тивони. Бекамуют Гдолот. Хайфа. В формальном языке Хайфа. В обычной речи может звучать Хайфа. Это город большой на севере Израиля. Врачи Вероника и Михаэль Шнайдер. Это супружеская пара. С начала войны готовят солдатам или по смыслу можем перевести военнослужащим веганскую еду в большом количестве. Я объясню в чем проблема. В израильской армии предусмотрены порции для военнослужащих веганцев. Но когда начинается массовый призыв, начинается война, очень сложно все это организовать. Но для этих военнослужащих веганцев очень важно есть именно веганскую пищу. Они не едят мясо и не едят молочные продукты. И понятно, что первое время в армии есть определенные проблемы с организацией процесса доставки. И супружеская пара Вероника и Михаэль взяли на себя функцию за свой счет. Потратив огромное количество средств и огромное количество времени, они готовили на своей кухне порции для солдат-веганов и развозили их по точкам, по военным базам. Большое им спасибо за эту инициативу. И я объясню, что... Меня спрашивали на канале, в чем различие между вегетарианской едой и веганской. Насколько я понимаю, так как я сам не являюсь вегетарианцем, я объясню, что вегетарианцы отказываются от мясной пищи. При этом некоторые вегетарианцы, они едят молочную пищу, может быть яйца, кто-то может быть даже рыбу ест. То есть, есть разные уровни вегетарианства. При этом, самый такой, ну я скажу, крутой уровень, это веганство. И те, кто едят только веганскую пищу, там нет вообще никаких компонентов животного происхождения. То есть, нет ни мясной составляющей, ни молочной составляющей рыбы, яйца туда не входят. В том числе, насколько я понимаю, они отказываются в том числе от меда. Потому что речь идет о использовании, ну условно, труда насекомых, труда живых существ. При этом многие веганцы, а может быть даже все, они отказываются также носить одежду, которая сделана с использованием кожи, например. Не носят одежду из кожи или одежду, где использованы какие-то части животных по идеологическим соображениям. Большое спасибо Веронике и Михаэлю, которые сами являются веганцами, за помощь военнослужащим и помощь всей стране в этом. Спасибо Вам. С Вами был Марк Лейтраут. До свидания.